Праздник широкой масленицы Потому что детки, которые младше, они никогда ее не видели. Поэтому удивляем. Развлекали гостей, проводили конкурсы, скоморохи в красочных костюмах. Не отставали от сказочных персонажей юные жители. Нарядными пришли на праздник шестилетняя Лиза и ее младшая сестра Вика. Мне нравится, потому что сегодня масляница и мы самые красивые. Мама девочек Татьяна отметила, что такие мероприятия не только создают хорошее настроение, но и объединяют соседей. Это очень интересно. Нравится всем. И маленьким, и большим, и средненьким. Всем-всем-всем. Спасибо большое соседскому центру за праздники, которые они устраивают. Это и 23 февраля, и масленица. Посмотрите, сколько людей. Все весело, интересные конкурсы, блины, улыбки, радость у всех. Нам очень нравится. Спасибо большое. Соседский центр – это проект Брусники. Мы, как правило, проводим не только календарные праздники для жителей, а еще сами придумываем. Мы планируем в этом году еще устроить киновечера, День защиты детей и один фестиваль. Хороводы, бой подушками, бег на деревянных лыжах, перетягивание каната не оставляли равнодушными ни детей, ни взрослых. И еще, еще, еще. И стоп отпускает канат. Молодцы. В перетягивание каната. Первые схватки между третьим и первым домом победили. Между седьмым и третьим уже нет. Ну, нормально, классно. Мне понравилось кататься на лыжах, перетягивание каната. Чтобы соседи объединялись, было комьюнити и соседи. Ну, думаю, нужно. Не обошлось и без главного угощения праздника. Румяных блинчиков со сгущенкой и вареньем хватило каждому. Я сегодня съела целую тарелку блинов. Их было целых миллионов штук. Масленцы являются одним из неотъемлемых праздников в целом по всей России. Дети в целом должны знать праздники, их обычаи, традиции. И в целом это, конечно, очень хорошо, что это все проходит. Праздник продолжился веселыми песнями и танцами. К слову, чучело-масленица решили не сжигать, так как оно получилось слишком красивым. И поэтому кукла останется в жилом комплексе, как талисман наступающей весны. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.